ПАНОПТИКУМ Станислав Александрович, как я понимаю, по договоренности сначала вам слово, потому что у вас сообщение. Я просто хотел извиниться перед Александром Глебовичем за один досадный инцидент в прошлой программе ПАНОПТИКУМ, потому что, когда мы обсуждали, зачем Украине нужно военное положение, я констатировал, что наши с ним версии полярны. Но когда я вышел из студии программы ПАНОПТИКУМ, я понял, что они гораздо ближе друг к другу, чем мне показалось на первый взгляд, и уж точно не полярно. Моя версия была, что это договорный матч с целью создать правильную атмосферу для переизбрания президента Петра Порошенко на второй срок. Александр Глебович говорил же о необходимости создания правильной атмосферы для передачи имущества Киева-Печерской и Почаевской лавр от РПЦ, от Украинской православной церкви Московского патриархата, вновь создавая автокефальной церкви. Нет, эти версии совершенно не полярны, просто одна является детализацией другой. Так или иначе, признается в обеих версиях, что военное положение – это политико-технологический ход, и оно не продиктовано непосредственно интересами и соображениями безопасности Украины. Так что я приношу извинения Александру Глебовичу за излишнее нагнетание полярности, которое там не было. Ведь просто не у всех мозги работают так быстро, и в частности у меня они часто включаются после программы, или не в той ее части, в которой надо. Так, сняли нагнетание полярности, Александр Глебович, вы приняли? Нет, я полностью, да нет, я насколько понимаю, на самом деле-то мы здесь и сидим, для того, чтобы высекать друг из друга искры. И, конечно, меня каждый раз радует Стас своим великолепным воспитанием и галантностью, и ответственностью. Я ему очень признателен за эти извинения, но надеюсь, что он просто порадовал красноречием зрителя, а я его и так всегда прощаю за все. Единственное, что, Аня, у нас опять какая-то фигня со звуком. У меня опять все трещит, и даже великолепный монолог Белковского для меня остался почти неслышимым. Так, это очень плохо. Сейчас мы попробуем с этим что-нибудь сделать. Коллеги, вы слышали нашу проблему, да? Значит, вот попробуйте как-то это исправить. Шипит, трещит и не слышно. И вот меня сейчас тоже не слышно. Нет, слышно, но ты пробиваешься, вот как будто бы ты сидишь во рву наполненным бешеными кобрами и аспидами всякими, и они шипят, шипят громко и выразительно. Так, по крайней мере, не говорите одновременно в такой сложной ситуации, когда кто-то из нас во рву, а кто-то где-то там еще. Значит, сейчас мы попробуем с этим что-то сделать. Я пока сообщаю нам, что президент России Владимир Путин критически отозвался об американском боевике Донована Марша, «Хантер Киллер» с Гэри Олдманом и Джерардом Баклером в главных ролях. В итоге, в ходе итоговой пресс-конференции после саммита 20-ки в Аргентине, один из журналистов попросил российского лидера поделиться с ним своим мнением о фильме, который вышел в российский прокат в начале ноября. И там по сюжету боевика, там так получается, что экипаж атомной подводной лодки США спасает президента России, захваченного устроившими государственный переворот мятежниками. И все это происходит под руководством Министерства обороны страны. После того, как журналист пересказал эту сюжетную линию, Путин сказал, что ситуация, с его точки зрения, в которой американская подводная лодка может зайти на российскую базу, кажется ему фантастической. Александр Глебович, это была ваша тема. Почему? У нас есть прямое продолжение этой темы, потому что про кино мы будем говорить много. Почему этот сюжет привлек ваше внимание? Ну, потому что это напоминает известную, очень напоминает известную историю о том, как сантехнику показывают порнуху, увлекательную, великолепно снятую, цветную, и потом спрашивают его мнение, он говорит, ну вы посмотрите, что это за безобразие, да? Но там же абсолютно вантус развернут в другую сторону, вот там на заднем плане, вот за этой теткой, тетку надо убрать, и будет видно, что вантус-то не прикреплен, и какие-то сгоны, фитинги и муфты тоже, и делает замечание абсолютно не по существу, поскольку, и это говорит, в общем, об очень серьезных для нас вещах, потому что в тот момент, когда весь мир эти границы стирает, мы видим доказательства, получаем предъявление серьезного доказательства, насколько Владимир Владимирович болен вопросом границ. А мы прекрасно знаем, что президентская боль отзывается увечьями и уродствами во всей властной вертикали, что, возможно, вся вертикаль не заражается этим в полной мере, но тем не менее старательно симулирует все симптомы, и от этого и агрессия в отношении бедных украинских буксиришек, от этого и истерия по поводу где-то не там прошедшего эскадренного миноносца, это вообще вот очень вредная, очень несовременная, глубоко архаичный разговор про границы и про возможность для подводной лодки одного государства оказаться в порту другого государства. Это все уже давно во всем мире нормально. И мы видим, что, в общем, тут есть такая зацикленность опасная и гарантирующая нам, вероятно, усугубление изоляции. Вот симптом, чего я разглядел в этой странной реплике Владимира Владимировича. Мне это напоминает сразу все. В конце концов, самоизоляция – это стратегический курс Российской Федерации при нынешнем Владимире Путине. Мы это неоднократно здесь обсуждали, я не буду повторяться. Альфа-одиночество – это наша мечта. А что касается границ, то Владимир Путин переживает не только из-за государственных границ, но и в широком смысле из-за границ дозволенного, чтобы никто никуда ни за что, ни за чем не заступал. Собственно, Россия при Путине превратилась в страну заборов, ворот, видеонаблюдения. Шаг влево, шаг вправо считается побег. Но я хочу высказать две оптимистичных мысли по этому поводу. Действительно, во всей истории с государственным переворотом, организованным Министерством обороны России, Владимира Путина смущает только то, что его не могут спасти американцы. Все остальные концепции, концептуальные моменты и подробности этого фильма его не смущают. Он допускает дворцовый переворот и живет с этим ощущением и, может быть, даже предощущением. Давайте занесем это в дневник и поставим галочку. Ну вот, Стасик, Стасик, вот скажи мне, что ты думаешь по этому поводу? Потому что это на самом деле важно и интересно. Ведь в конце концов мы прекрасно понимаем, что когда у нас растет фикус или когда у нас растет ель, все начинается с семени, в котором есть конкретная ДНК этой ели или этого фикуса. И вот тот маразм и тот кошмар, который вызрел, расцвел и укоренился в сегодняшнем веке России, он тоже имеет какое-то некое исходное зерно. Все время ссылаться на то, что такова несчастная судьба, там всякие менталитеты, мерзкое наследие крепостного права, ну, ссылаться на это уже надоело. Мы видим, что достаточно свежее зерно, и оно разрослось очень мощным, вполне себе адаптированным к современности побегам. Вот как ты считаешь, друг мой, что было этим зерном все-таки, личное или качество Владимира Владимировича? Потому что понятно, что Россия – это Путин, никто с этим не спорит, да? И сегодняшняя Россия, по крайней мере, путинская Россия – это Путин. Вот что было этим зерном? Это его ли личные качества, которые он ухитряется транслировать во все сферы жизни и во все уголки своей вертикали, или это что-то другое? Это и то, и другое, и без хлеба, пожалуйста, как говорил известный эксперт. Личные качества, конечно, но личные качества не надо путать с идеологическими приоритетами. Ведь в начале своего правления Владимир Путин был вполне западником. Вот тут недавно Анатолий Борис Чубайс дал одно программное интервью, в котором еще раз подтвердил, что в 2000-2001 годах президент Путин был большим западником, чем его предшественник Борис Ельцин, думал о вступлении в НАТО и так далее, но как человек крайне мнительный, как человек охранительного сознания, уделяющий огромное внимание безопасности, что, кстати, ставит для меня под сомнение искренность его христианских взглядов, поскольку никакой христианин не может преувеличивать важность физической безопасности в своей жизни. Все под Богом ходим, как известно. Он пытался договориться с Западом на каких своих условиях, и не договорился, после чего начал дрейфовать ровно в обратную сторону, ну а точкой перегиба функцией стали события февраля 2014 года и в Сочи, и на Украине, когда он был жестоко оскорблен Западом, и Запад камень положил в его протянутую руку, сразу в несколько его протянутых божественных рук. Но это связано еще и с последовательной линией российских элит, которая сложилась при Борисе Ельцине еще в начале-середине 90-х годов, на то, чтобы отделить, в принципе, элитные ценности от народных. И, в общем-то, то, что народ предпочитает ценности кабалы и опалы, всех устраивало. То есть, кво лицет йовен он лицет бови. Что дозволено и Питеру, то не дозволено быку, и чем, так сказать, кормить народ сказками про белого бычка и про то, что все беды от американских радаров, а, собственно, коррупции, развал, какие-то внешние интриги, было очень удобно для поддержания компактности власти этой элиты. А потом, когда, собственно, в 2014 год обнажил глубинные противоречия между Путиным и элитами. Выяснилось, что для элит все это было понарошку, а для Путина нет. И Путин заинтересован в санкциях, потому что тем самым он склоняет элиты разделить его космическое одиночество на президентском посту. Он не пожил, пусть и остальные тоже не поживут. Собственно, и вся так доктрина санкций, доктрина Барака Обамы и его главного советника по этим вопросам, Дэниела Фрида, на этом и строилась. То есть противопоставить элиты Путина и создать почву для дворцового переворота. Именно поэтому я уверен, что дворцовый переворот в голове Путина сидит, и он не отрицал с моим возможностью, что такое случится. Просто американская подводная лодка его не спасет. Это другое дело. Здесь все акценты, все приоритеты были расставлены им недвусмысленно. А второй повод для оптимизма возник у меня вчера, когда я оказался на радиостанции «Комсомольская правда». О, да, кстати, ты их замечательно сделал, я тебе могу сказать. Вот тут была однозначная, красивая, крепкая, сочная победа. Стасик молодец. Спасибо. Но многие зрители «Дождя» не знают, что это такое, поэтому я скажу. Я туда пошел агитировать за передачу Южно-Курильских островов, Южно-Курильской гряды Японии. В обмен на мирные договоры, выход Японии из режима санкций и еще некоторые условия. На меня обрушилась жуткая, естественно, рапатриотическая риторика со всех сторон. И мне кажется, выдержать эту риторику мне удалось, но главное, в аудитории «Комсомольской правды» мою позицию поддержал уже 10% человек, 10% слушателей и зрителей этой трансляции. А это очень много именно для этой аудитории. Учитывая, что в истории движут вперед активные творческие меньшинства, составляющие, по мнению разных мыслителей, от 2 до 4%, эти 10% у нас уже в кармане. А поливатит центру 18% за возможность, как минимум, передачи Южно-Куриль в Японии. Ну и мы с Александром Глебовичем, я думаю, сходимся во мнении, что в современном мире, особенно в нашу эпоху Водолея, начавшуюся в 2003 году, границы не менее прежней. Вот не перепутывай ты этой муры, а? Они будут истончаться, и вообще роль государств будет уменьшаться, а мир пойдет путем глокализации, так называемой. Глокализация – это глобализация плюс локализация, когда людей будут все более волновать два класса проблем – глобальные и всемирные, и локальные, местные. Вот что там происходит, скажем, со свалкой за углом. А проблемы, собственно, государств, в их классическом понимании, будут становиться все менее-менее значительными, и тем самым субъектность государств будет уменьшаться. То есть в этом мире уже не важно, кому принадлежат Южные Курилы, Россия или Япония. Важно, что там происходит на этих Южных Курилах. Так, ну это вы действительно от Путина немножко далеко ушли. Я хотел... Мы с Крикой обговорили. Да-да-да, я хотел только, действительно, скажу два слова буквально про... Мне какое-то было ощущение, что Путина бы про подлодки лучше не говорить, потому что он как про них заговаривает, так сразу получается. Ну это потому, что родовая травма – это атомная подводная лодка «Курск», с которой первая большая катастрофа вперед ее правления. Естественно, я про это и говорю. И, собственно, про то, что в тот момент, когда была возможность пустить норвежских, если я не ошибаюсь, подводников, с тем, чтобы они могли, может быть, оказать какую-то помощь, это было категорически пресечено просто на корню, и никаких норвежских подводников, ни американских, правда, норвежских, европейских никто никуда не пустил. Хорошо, давайте, если мы с Путиным разобрались в той или иной степени, мы перейдем к следующей теме. Значит, «Минвайл», в то время как Путин давал рецензии на фильм «Хантер Киллер», Никита Михалков обиделся на россиян, которые смотрят американское кино. Значит, дальше я цитирую. «Мы слишком много денег отдаем людям, которые нас не уважают. Нам объявляют санкции, нас пытаются нагнуть, а мы им отдаем деньги. Мне, как гражданину страны, обидно, что те, кто нас не уважают, собирают миллиарды в российском прокате. Почему мы должны их кормить?» Ну, то есть Никита Сергеевич как-то обиделся на собственного зрителя и пытается ему объяснить, что тот неправильно любит то, что он любит. Что делать зрителю в этой ситуации? Станислав Александрович. А, ой, простите, да, я... Нет, я легко уступлю Стасику место. Перебью Александра Глебовича. Ну, во-первых, мы слишком широко трактуем понятие «зритель». Да, как в свое время Мехлиц, главный редактор газеты «Правда», на ряд коллегий говорил, читатель, так сказать, может этого не понять, имея в виду подчитателя Моисе Фессарионовича Сталина. Так и у Никиты Сергеевича Михалкова коллективный зритель состоит из нескольких человек. Включая Владимира Владимировича Путина и министра культуры Владимира Ростиславовича Мединского. Но не то, чтобы этот круг сильно шире. Поскольку экономика, кинопроизводство имени Никиты Сергеевича Михалкова – это взять государственные деньги, снять за них картину, сколько ее посмотрят, неважно. Поскольку государство уже выкупило ее оптом, и все деньги уже попилины на стадии создания. Поэтому против собственного зрителя здесь Никита Сергеевича никак не идет. Он повторяет фактически путинские мысли. Зачем мы кормим, так сказать, источник наших санкций. Кроме того, Никита Сергеевич, я думаю, находится в завершающей стадии борьбы за установление контроля над российским кинематографом. Об этом, в частности, свидетельствует свежий наезд на великого Александра Сокурова. И его фонд в Санкт-Петербурге. Это очень симпатичная вещь, потому что Александр Сокуров до недавнего времени относился к числу почти штыкумиров президента Путина. Но потом что-то пошло не так. Он начал выступать в поддержку Олега Сенцова с какими-то еще не вполне укладывающимися в магистральную линию Кремля заявлениями. Был выведен из состава президентского совета по культуре и перекочевал в совет по правам человека, который все более превращается в демонстративно анекдотичный орган. Но, естественно, Никите Сергеевичу не нравятся, как какие-то еще режиссеры, кроме него, близки к первому лицу. Хотя бы неопосредованно. Поэтому вот начался наезд на Сокурова, подобно тому, как недавно таким же примерным путем было сменено руководство фонда кино. И фонд кино, фонд кино, фонд кино, фото и перешел в сферу влияния господина Михалкова, который в Министерстве культуры, вообще во всей государственной вертикали исполнительной власти кинематографы контролирует. Здесь роль министра Мединского и чиновников министерства второстепенно. Они находятся в премии Халкове во всем, что касается кино. Этот процесс завершается. А чтобы его достойно завершить, естественно, нужно сказать то, что великий босс хочет от тебя услышать. Путину такие бы слова понравились. Зритель? Он их высоких зрелищ зритель? Да, понятно. Александр Глебович? Ну, что касается Сокурова. Я на днях, там, буквально, там, по-моему, позавчера был у него в больнице. Он после очень тяжелой операции. В скверном, я бы сказал, с моей точки зрения, состоянии. При этом он, разумеется, разумеется, изумительно себя подает и держит. Он ни единым движением, ни единым словом не жаловался. Но вот та ситуация, о которой говорит Стас, очередной бессмысленной проверкой, которая начата по доносу бывшего сотрудника, который украл деньги, да, его сейчас, то, что называется, плющит и очень беспокоит и тревожит. Это правда, действительно, это я просто ставлю всех в известность о том, где сейчас Александр Николаевич и что с ним. Что касается Михалкова, ну, это вопль пожилой блудницы, которая думает, что все должны по-прежнему ее хотеть, хотя уже заметен силикон текущий из груди ее и густые сетки морщины, осыпающаяся пудра. И вот эта блудница бегает по улицам за молоденькими морячками, показывая груди своя и требуя стаблой страсти и эрекции от этих морячков. Ни фига не будет, Михалков не может смириться с тем, что в кинематографе, который очень мобильная, очень жестокая штука, там, где кумиры сменяют друг друга с космической скоростью и особенно быстро устаревают режиссеры, что он уже, в общем, больше никто, что никаких, что, как бы, запах лавра ему уже не испытан, не ощутить никогда идущие свинка на его голове. Поэтому он тоже мстит всему миру, он мстит России, мстит бедному Голливуду за то, что тот делает великолепное кино и предполагает делать столь же великолепное кино впредь, что в этом Голливуде действительно созданы все условия, чтобы чуть-чуть подустаревший режиссер за счет технологий вливаний средств и общего режима получали бы вторую, третью, четвертую жизнь. А в дохлом советском кинематографе, российском, который вообще непонятно для чего и для кого существует, там либо патриотическая билиберда Мединского, которую никто не смотрит и которая проваливается в прокате, на которую тратятся огромные деньги, но раз за разом это позор за позором, либо это никому не нужное рукоделие. То есть вот единственное оправдание для российского кинематографа это то, что существуют какие-то секретные методики трудотерапии, а российские режиссеры просто имеют предписание от своих лечащих врачей именно на то, чтобы этой трудотерапией заниматься. Поэтому никакого кинематографа нет. И если Михалков мечтает о контроле над ним, то понятно, что это мечта о контроле только над теми суммами, которые на этот кинематограф могут быть выделены. Потому что самого факта, самого явления уже нет. Мы можем там что-то ностальгично вспоминать о советском кинематографе, но при этом следует помнить, что советский кинематограф был столь славен и столь значительен только потому, что существовал в абсолютном вакууме, в абсолютной бесконкурентной среде, где ничто не могло быть предложено рядом, где все значительные события кинематографа европейского, мирового, американского игнорировались и зорями тихими кормили этого бедного обывателя и другой клюквой. И этому обывателю было никуда от этих тихих зорь не деться. Поэтому давайте как бы не будем мы сейчас с вами пачкать руки, вытирая слезы Михалкова. Я бы к этому добавил, что если бы Никита Сергеевич обратился ко мне за советом, я бы нарушил свой принцип никогда не давать бесплатных советов, а Никита Сергеевич достаточно прижимист. Я помню, что когда еще президент Путин приезжал на дачу Никиты Сергеевича на Николину гору на встречу с Джеком Николсоном, и его тогдашний горуфренд Ларри Флинт Бойл, он неожиданно обнаружился за столом вообще нет спиртного, одни какие-то сушки, пряники и чаек. И это вызвало даже некоторое раздражение президента, который заметил, что при такой жадности принимать больших звезд и даже глав крупных государств это может быть не совсем релевантно. Но надо составить санкционные списки, в которые войдут отдельные кинематографисты голливудские. Надо вычленить главных врагов Никиты Сергеевича Михалкова, и, на мой взгляд, номер один кандидат в такой санкционный список это, конечно, Квентин Тарантина, который такая же родовая травма Никиты Сергеевича, как атомная подводная лодка Кворск для Владимира Путина. Поскольку Никита Сергеевич все-таки начал в достаточной степени меняться, и художественно, и ментально, на мой взгляд, после поражения от Тарантина в 1994 году, когда Pulp Fiction, как называется это по-русски? Криминальное чтиво. Да, да, Криминальное чтиво получил золотую пальму и ветвь в Каннах, а Утомленные солнцем, Burned by the Sun, они назывались по-английски, как сейчас помню, получили, то есть Сожженные солнцем получили, только большой специальный приз. И с этого момента вот развивается и ненависть к Голливуду, и с другой стороны попытки Тарантинизации самого себя. Потому что все эти продолжения Утомленных солнцем, это какой-то русский вариант Тарантина, если внимательно в него вглядеться. Это, собственно, фильм о возможностях кино, скорее чем о Великой Отечественной войне и вообще о предметной области, которой он формально посвящен. Другое, что дело в том, чтобы снимать Тарантино, надо быть Тарантино. Этот вирус не слишком заразен, увы. Позвольте, но Оскар-то он получил, если я не ошибаюсь, из Утомленных солнцем. Да, ну иностранному фильму, то есть это тростепенная награда. А гораздо важнее была, конечно, золотая пальма и вес, а Тарантино-то почти никто не знал тогда. Это правда. Я же был молодой новичок, а тут мэтр уже приперся со всеми договорами. Это же бизнес, с точки зрения Никиты Сергеевича. И тут такой облом. Ну скажите, как я вас чувствую? Я прям сразу сказала, что Тарантино. Хорошо, после этой эпитафии тихим зорем, которую мы тут на три голоса исполнили, вы вернете, дорогие друзья, на два голоса, мы немедленно уходим на короткую рекламу и вернемся в студию. Для сертина, для авации на два голоса. Через несколько минут. Пожалуйста, оставайтесь на дожде. По ноптикум на телеканале «Разговор» мы продолжаем на телеканале «Дождь». Мы продолжаем «Разговор». Я прошу прощения, зарапортовалась. О роли свеклы мы говорить не будем. Новость оказалась старая. А вот у нас есть такая новость. Ведущий «Россия-1» Дмитрий Киселев пройдет рэп-фестиваль на нудистском пляже в Коктебеле. Фестиваль запланирован на август конца, на конец августа 2019 года. И вообще Киселев очень поддерживает гонимых рэперов. В поддержку Хаски читал рэп на стихи Владимира Маяковского. И действительно очень много о них говорит. Только о роли государства в преследованиях рэперов он ничего не говорит, потому что это как-то не очень, видимо, удобно упоминать. Ну что, значит, а в августе после джазового фестиваля, который он уже традиционно организует, много лет организует, буквально через несколько дней после окончания джазового фестиваля в этом году будет еще рэп-фестиваль на нудистском пляже. Что это все значит, дорогие друзья? Давайте Александр Глебович. Нет, ну я, честно говоря, не понимаю этой странной тенденции где-нибудь вот прямо так потрясти седыми яйцами. Я понимаю, что соблазн на него, вероятно, велик, поскольку все должны как бы услышать этот звон, который он, возможно, издает во время этой забавы. Но почему именно избран нудистский пляж? Вероятно, для того, чтобы показать близость ко всему передовому с его точки зрения. Но вот только здесь будем неплохо пройти какой-нибудь инструктаж и узнать, что необязательно нудизм входит в состав современных добродетелей, в современное понимание свободы, правды и красоты. Отнюдь нет. К тому же, я думаю, что нет такого нудистского пляжа, где Киселев бы не распугал по крайней мере всех, кто на нем находится. Это жесткое с его стороны решение. Понятно, что рэперы будут сбиваться и падать в обморок. Это хороший способ борьбы с рэпом, на самом деле он придумал. То есть вот по известному выражению, моему же собственному, котят надо топить в теплой воде. И я подозреваю, что рэпом сейчас займутся вдвойне серьезно, что это не шаги государства навстречу, что это вполне себе иезуитское желание подчинить, купить и поставить на службу. Они думают, что для всех поклонников рэпа, когда звучит более-менее знакомый ритм, когда конвульсируют исполнители каноническим образом, им можно впарить, грубо говоря, любой текст, им можно впарить любой смысл. Вот здесь они ошибаются, потому что рэп, как я понимаю, он несет в себе не только новые формы, новые смыслы заодно. И как только рэп перестает быть революцией, как только рэп становится обслуживанием режима, он мгновенно теряет и свое обаяние, и свой основной смысл. Он просто превращается в нечто абсолютно ненужное, в такое действительно трясение седыми яйцами на нудистском пляже. Смотреть на это и слушать этот звук, я думаю, желающих не найдется. То есть перекупка. Я, Станислав Александрович, одно буквально слово, совершенно не опровергая Александра Глебовича, а, видимо, подтверждая его версию, хочу сказать, что Кремль тем временем, пока мы сидели и думали, сказал, что рэперов надо оставить в покое, что очень много было перегибов на местах, очень люблю это выражение, в историях с рэперами, что немножко перегнули палку, немножко как-то слишком жестко выступили, так бы не надо, что, в общем, версия Александра Глебовича только подтверждает, мне кажется, Станислав Александрович, да, простите, что я вас перегибил. Мне кажется, во-первых, что Дмитрий Киселев занял нудистский пляж, не из поклонения нудизму, а просто потому, чтобы не дать нудистам спокойно отдохнуть. Что-то же вредоносное должно быть в этой инициативе, а не только доброе по отношению к рэперам. К тому же, поскольку, в общем, поездка для многих рэперов, поездка в аннексированный Крым это отдельное приключение, изначально не вполне одобряемое и конвенциональное, то нужно как-то это разбавить, придать им какое-то радикальное измерение, что ладно, пусть в аннексированный Крым, это какой-то нудистский пляж. Здесь этот подтекст тоже понятен. Но дело в том, что Кремль в процессе столкновения с рэп-культурой столкнулся с данными социологических исследований, не дали как на минувшей неделе, которые показали страшную и ужасную вещь, более опасную, чем всякие там народные выступления против повышения пенсионного возраста. Выяснилось, что рэп начал активно вытеснять шансон. А шансон по популярности, вообще по охвату аудитории, особенно аудитории не старой. А шансон на протяжении практически двух десятилетий был важнейшим средством манипуляции управлением сознанием россиян. Он создал именно ту атмосферу, в которой должны были сложиться нынешние духовные скрепы, безоговорочная поддержка Владимира Владимировича Путина и того паракриминальной, то есть паракриминальной системы управления страной, в которой мы живем. И шансон в этом смысле казался бесконечным, а радиошансон завсегда обреченным на лидерство в рейтингах. И тут неожиданно на смену шансону приходит нечто иное, причем совершенно нелояльное власти, как этически, так и эстетически, если не говорить страшное слово, политически. Причем от власти начинают дистанцироваться и те рэперы, которые, казалось бы, в личном плане к ней еще недавно близки. Это тот же Хаски, замеченный в поездках в ДНР, ЛНР и дружбой с Владиславом Сарковым. Тот же рэпер Баста, который, кажется, тоже вполне лоялен и даже дает концерт в Доме культуры Федеральной службы безопасности, за что мы его нисколько не осуждаем, а просто констатируем. Потому что есть объективное, естественно, канонное развитие искусства. И искусство не может идти против истории с той же одержимостью, с какой, скажем, против истории идут некоторые политики типа Владимира Путина. Поэтому теперь государство будет пытаться взять ряд под себя и, конечно, потерпеть на этом пути поражения. Потому что история всегда будет указывать скорее рэпу его путь. И душа художника будет указывать ему путь скорее, чем административный аппарат. Ну, кстати, тоже хорошо, потому что... Анечка, да. Анечка, да, я тоже за это. Потому что ведь рэперов развелось слишком много. То есть их, как собак нерезанных, и любой относительно грамотный, относительно потлатый, относительно пораженный мерзавец сегодня может то, что называется забацать рэп без всяких проблем. И вот Кремль со своей подлой инициативой, он здесь сыграет роль инструмента естественного отбора, когда в рэпе будут отделены зерна от плевела, когда все те, кто недостоин внимания, все те, кто не являются действительно рэперами, то есть протестниками, революционерами, ну, по крайней мере, в искусстве, да, они уйдут к чертовой матери в полный зашквар и, соответственно, в забвение. Два слова буквально добавлю. Информация о том, что рэп начал вытеснять шансон, она, с одной стороны, страшно радует обнадеживать, с другой стороны, я хочу сказать, что большая часть российского рэпа, русскоязычного рэпа, строилась, в общем, именно по принципам шансона. Это был шансон под биты. И очень многие произведения того же вышеупомянутого баста ровно так и устроены. Поэтому в самом этом вытеснении никакого специального обнадеживающего фактора я не вижу. Это игра словами, игра, действительно, перечислением жанров. Но то, что рэп в силу, действительно, революционности жанра или в силу просто тошнотворности нынешней политической жизни будет двигаться каким-то своим путем и жанр обгонит, естественно, развитие событий и сделает, сыграет свою роль и каким-то образом изменит ситуацию, вот в это я верю очень. Но дальше мы следим за развитием событий, видимо. Вот Анна Андреевна в свое время объясняла мне, что главный рэпер мира — это Канью Вест, который муж Ким Кардашьяна. Я, кстати, обратил внимание, что после того, как Канью Вест посетил Дональда Трампа и похвалил его, Ким Кардашьян приложил огромные усилия, чтобы его отмазать и сообщить аудиторию, что в действительности все не так, как на самом деле, и никакого Трампа Канью Вест не поддерживает, и все это было чуть ли не под воздействием наркотиков. Чего, собственно, и сам Канью Вест не принял. Это очень удобно. Для рэперов это очень удобно. Они любой свой, да, они любой свой мерзкий поступок... В этот момент надо применить российским рэперам, если все-таки Кремль их на что-то там охмурит. Ага. Ну то есть они должны будут предъявить вены по выходу из Кремля и показать множество дырок. Канью Вест заявил, что даже на инаугурации Трампа он был дословно цитирую «обдолбанный в мясо». Ну это Канья, он так работает с реальностью, да, ему можно все. От него сияние исходит, так, на всякий случай. Хорошо, дорогие друзья, если мы обсудили рэперков, мы переходим к следующей теме. Россия по решению Европейского суда по правам человека выплатит компенсацию трем участницам группы «Пусси Райет» за нарушение их прав по делу о танцах в Храме Христа Спасителя. Тейнтерфаксу сообщили в пресс-службе российского Минюста и ведомство объяснило, что процессуальные возможности для обжалования постановления ЕСПЧ отсутствуют. Вот такой вот поворот событий. Как вам, Александр Глебович? Ну, он, честно говоря, абсолютно предсказуемый, потому что судилище было дикое, огульное, бессмысленное, какое-то дикарское судилище с привлечением немыслимых аргументов XII-XIII, а также III века нашей эры. Понятно, что все это было таким, ну, абсолютным торжеством беззакония. И это торжество беззакония, разумеется, должно было быть, ну, хотя бы в таких микровариантах, но каким-то образом наказано. Понятно, что власть, Кремль, которые когда-то закатили всю эту историю с Пусси, они не будут чувствовать себя таким описавшимся пуделем, который, поджав хвост, будет теперь бегать по углам и скулить о том, как он проиграл. Кремль изумительно умеет игнорировать неприятные для себя моменты, а поскольку практически все моменты последнего времени для него неприятны, то это уже доведено, это умение довелось у него до полного совершенства. Точно такая же история, вероятно, ждет и с буксирной историей, такая же история, вероятно, ждет вообще со всеми начинаниями Кремля, которые начинаются, которые ориентированы на самые темные, самые дремучие и подлые чувства Плебса. Затем, когда эта история свершается, выясняется, что она противоречит смыслу развития цивилизации, она противоречит элементарным законам, и представлением о том, что такое современное общество и государство. Из-за нее приходится расплачиваться. Вот в данном случае мы имеем просто еще один прецедент, но, как вы думаете, окажет ли это какое-нибудь влияние на ситуацию? Да нулевую абсолютно. Просто прецедентов этих очень много. Прецедент спуссирает как бы невероятно яркий, и процесс был невероятно яркий. А вообще таких процессов было имя легион, и они по степени средневековой дикстии чудовищности были вполне сопоставимы. И действительно люди идут в ЕСПЧ и получают совершенно другие приговоры, полное оправдание и присуждение компенсации. И это действительно происходит каким-то таким тефлоновым образом, когда российское государство на это не обращает внимания, не обращает и не обращает. Но будет ли такой момент, когда количество возьмет свое и сделает свое дело, Станислав Александрович, как вам кажется? Но это будет уже после дворцового переворота. Поскольку упорство для Кремля — это самоценная сущность, самодавляющее. Это отражает, опять же, психологию лидера Владимира Владимировича Путина, чей девиз — не сдаваться. То есть можно формально идти на какие-то условия, но фактически ни в коем случае не менять свою позицию под влиянием внешних сил игроков, к числу которых Кремль относится, естественно, и ЕСПЧ. Тут ведь фокус в том, что Россия, хотя является членом Совета Европы и участником Европейского суда по правам человека, но она не считает себя органической частью этих конституций. И Совет Европы и ЕСПЧ рассматриваются как некие сборища, в которых, ну, надо посидеть, чтобы избежать каких-то неприятностей вообще, и чтобы в крайнем случае сказать, ну как, у нас европейская демократическая страна. Но современно Россия не разделяет европейских ценностей, что гораздо важнее, чем формальная принадлежность к Совету Европы и ЕСПЧ. И поэтому, поскольку она их не разделяет, она будет действовать, как российская власть, дальше и так же, с поправкой на то, что, ну и, в общем, если не самая группа Pussy Riot, то некие аналогичные арт-проекты тоже можно попытаться приручить, учитывая, что, в общем-то, так или иначе они являются искусственными спутниками Кремля. Ведь интерес группе Pussy Riot не подогревался всегда репрессивными мерами со стороны власти и очередными новыми шагами, новыми формами реакции Кремля на то, что делала группа Pussy Riot, многократно перевоплощавшаяся, но сохранявшая всегда главный стержень и главный источник своих побед, это, конечно, гениального продюсера Петра Верзилова. Да, ну, если реперков, они, может быть, как-то и какую-то часть из них, по крайней мере, не всех, но некоторых, может быть, и приручат, то с группой Pussy Riot я им желаю успехов, что называется. Там, где сядешь, там и слезешь. И мы переходим к следующей теме, видимо. Федеральная антимонопольная служба активно поддержала депутатскую инициативу повесить на все бутылки с алкоголем надписи «Алкоголь убивает». Вот как на сигаретах у нас, значит, висят разные малоприятные болезни и портят настроение курить, хотя его и не испортишь так просто. Так вот, теперь на бутылках тоже должны быть надписи «Алкоголь убивает». Что мы с этим будем делать, Станислав Александрович? Мы ничего. Игнорируем? Мы будем это полностью игнорировать, конечно. Поскольку алкоголь – это важнейшая часть нашей национальной культуры, важнейшая скрепа, превосходящая по значению все, что могли бы предложить митрополит Тихон Шевкунов, министр Владимир Мединский, все их соратники и единомышленники. Единственная альтернатива – это легкие наркотики и прочие психоактивные вещества. И Кремлю надо задуматься, что если алкоголь убивает, значит, надо пойти путем легализации этих новых классов психоактивных веществ. Поэтому этот проект, опять же, серии распил бюджетного бабла. Это никак не повлияет на отношение россиян к алкоголю, а если повлияет, то только в смысле стимулирования его употребления. Поскольку убивает все. Человек делает первый шаг к смерти в момент рождения, алкоголь – это одна из самых приятных субстанций, которая среди всех прочих тоже еще оказывается и убивает. – Истинно так. Александр Глебович, с вашей точки зрения, как научного работника, я бы хотела сказать, имеет ли смысл эти надписи и предостережения, что на сигаретах, которые вы курите, что на алкоголе, который вы не пьете? – Ну, Анечка, для этого надо, чтобы ответить на этот вопрос, лучше посмотреть, как я покупаю в супермаркете сигареты, отчего обычно, если есть рядышком очередь, а она, как правило, там есть, она лежит, похохатывает, там стонут кассирши, потому что я же не прошу там те или иные сигареты, я говорю, вот дайте мне-ка срочненько, пожалуйста, импотенцию, мучительную смерть, желательно гангрену ноги и так далее, и так далее. И мне вот выдают те пачки, на которых это все написано. Ничего, никакого другого впечатления, кроме того, что хороший дизайн пачки испорчен, на меня, как на курильщика, это не производит, и судя по той реакции, которую я сам в этом маленьком эксперименте требую таким образом для себя табачных изделий, я ставлю, я понимаю, что, в общем, и на всех остальных это не работает и не сработает никогда. Такая же история, вероятно, ждет и грозные предупреждения на бутылках с вином и на батонах тогда уж надо, которые непременно приводят к ожирению. Да, и на прочие продукции. Ну, тут действительно... Самая страшная сила – это сплавленный срок дружбы. Ой, Стасик, ты бы вот срок дружбы не вспоминал бы, а? Он просто должен быть в обертке, где написано, что дружба убивает. Это более чем многозначительное высказывание. Так, дорогие друзья... Надо переходить к плавленному сроку любовь, от срока дружбы. Это наш следующий шаг, мы подумаем над развитием этого проекта. Если мы заканчиваем еще маленькое правительственное сообщение. Да, пожалуйста. Да, я хотел сказать, что в следующий четверг, 13 декабря 2018 года, в культовой рюмочной Зюзина, я буду читать свой святочный рассказ «Брегель», посвященный легендарной выставке «Брегеля в Вене», где побывали почти все, кроме, кажется, нас с Александром Глебом. Я и не собирался. Да, ну... Вот, и этот, хотя он посвящен «Брегелю» и выставке рассказ, но он полон всего, что в современной России любят, а именно гомофобии, антисемитизма, русофобии, поэтому 12+, но всех с нетерпением жду и с радостью приглашаю в рюмочную Зюзину через неделю. А что это вы так разошлись-то, интересно? А он там хочет погомофобничать, порусофобничать? Что себе вообще? Да. А скажите мне техническую вещь, это в котором часу у вас все? Я спрашиваю, исключительно... В 20 на 0 сейчас-то после программы «Понооптику». А, все, то есть мы все вместе, ну ладно, хорошо. Да, дорогие друзья, мы увидимся. Это была программа «Понооптику», если кто вдруг нас не узнал. А мы увидимся с вами ровно через неделю в этой же самой программе. Спасибо большое, Станислав Александрович. Спасибо большое, Александр Глебович. Кодовое слово было «Роль». Всем счастливо, оставайтесь на дожде. Хорошо, роль значит роль. Спасибо.